Приветствую всех зрителей, Леонид Котвицкий. Итак, у меня здесь еще в не дособранном виде переходник, который планируется сделать переходником для плуга и другого навесного оборудования. Здесь только будет приварена еще часть с стопором, который цепляется именно навесной. Вот, но здесь сама основа вот этого всего. Так, пока она еще не собрана, не сварена, я хочу показать некоторые нюансы, как это собрано, для чего и как делается. Так, переходник этот со смещаемой стороной, так его можно смещать в стороны, вправо, влево аналогично, понимаете? И таким образом менять ширину захвата плуга, так, менять положение в борозде, например, если нужно не совсем по центру идти, а немножко вбок сместить. Вот, причем смещение довольно-таки внушительное. Так, если мы сейчас сравним с... Куда у нас сместился центр, то это 18 сантиметров. Так, я еще не совсем прям дожал, но можно сместить, на 18 сантиметров можно сместить. Вот, значит, и вот я хочу эту штуку 18 в одну сторону и 18 в другую. И я хочу сейчас устройство этой штуки показать вам немножко ближе, потом покажу уже надетый, так сказать, плуг свин, как это более-менее будет работать. Но главное сейчас само устройство. Это важнее. И... И как оно, значит, работает? Берем более крупным планом. Вот оно как выглядит. Так. Вот оно как выглядит со сторон. Здесь еще будет немножечко снято, чтобы максимально плотно приварилось. Вот приварена будет к нему пластина, которую я сейчас ближе покажу. Вот такая вот пластина будет к нему приварена, для того, чтобы стопорить в нужных положениях. И я покажу, как это все в процессе делалось и размеры, в частности. Значит, смотрим. Итак, состоит из двух швеллеров. 13 сантиметров. Так. Это швеллер примерно по высоте, значит, 65-ка. Внутри 60-ка. Вот. А внутри него швеллер 17 сантиметров. Так, с двух сторон. И он так, 50-ка снаружи. Ну, смысл в том, что швеллеры должны влезать точно друг в друга. Швеллеры, кстати, самодельные. Если кто увидит здесь сварка, вот, приходилось... Нет, сейчас. Сейчас такое время, когда негде разъезжать по городам, вот, и для покупки всего лишь пары швеллеров. Здесь на месте у нас ими не торгуют швеллерами. Пришлось резать уголки и варить самому, чтобы более плотно все это сидело. Потому что не будут вам они идеально совпадать, эти швеллеры. А также, в связи с тем, что потом отверстия раздалбываются, даже если вы вдруг подберете идеально точные отверстия, где будут стопоры, болты, разобьются и начнется всякие люфты. Вот приварены гайки. Так, гайки отсюда. Так. 8 штук снаружи. И гайки изнутри приварены к этому швеллеру. Изнутри гайки. Точно так же. Поэтому оно движется так. Никаких люфтов в нем нет. Я думаю, что еще ни один год не будет этих люфтов. Значит, выбрал, значит, швеллеры эти. Так. Насверлил отверстия. Вот. Приварил гайки, болты. Болты потом закручиваю до конца. Это только так, чтобы было видно, как оно устроено. Теперь дальше. Дальше нужно нам сделать отверстие и пластину, в которой будет стопориться в нужном положении. Тут я сниму, пожалуй, поближе. Так, чуть-чуть мешает этот болт. Ничего, я думаю, смысл понятен. Итак, берем сначала пластину. Я, как видите, сварил две, чтобы это было прочнее и надольше. Вот. И просверливаем первые отверстия. Пластина пока что не приварена ни к чему. Так, первое отверстие, которое будет стопорить в стартовом положении. Вот. Что делаем дальше? Насверлили здесь, здесь. Так, начинаем его подвигать. Подвигаем, подвигаем. Насколько это произвольно? Но я так подвину, чтобы где-то стало посерединке этого отверстия. Чтобы посерединке примерно этого отверстия оно стало первого. Так. Подвинули. Смотрим. Второе отверстие. Так, значит, можно... Это отверстие, оно только частично совпадает. Так, поэтому что делаем? Вот. Берем и насверливаем следующее насквозь. Так, значит, застопорили его уже здесь. Так. Есть. Это следующее положение. Дальше. Дальше подвигаем еще. Так. Подвинули. Подвинули. Так. Дошли. Насверлили опять. Еще одно сквозное отверстие туда. Опять будет у нас стопор. Так. Вот. Как застопорить. Чтобы оно ни туда, ни туда не двигалось. Вот. Идем дальше. Так, чтобы не делать эту пластину уже совсем широченной. Так. Чтобы она потом не мешала, когда уже слишком далеко задвинул, не уперлась сюда. Вот. Подвигая дальше, так, мы обнаруживаем, что вот это первое отверстие, так, можно уже насверлить рядом с ним следующее. Недостаток, что пришлось лезть снизу, позначать, позначать там маркером, потом сверлить, брать, снимать пластину, сверлить с этой стороны. Вот. Так же само подвигаем к следующему. Ну так. Вот. Еще к следующему. Здесь получается опять сквозное отверстие. И так далее. Подвигаем. Подвигаем. Еще получается следующее, куда можно застопорить. И так далее. Недостаток метода в том, что эти уже следующие отверстия приходится помечать снизу. Так. Переворачивать. Смотреть, как оно совпало с этим отверстием. Так. Назначать. Потом сверлишь, обнаружишь, что оно чуть-чуть не совпадает. Но ничего. Заварил краешек, насверлил. Чуть-чуть смещеннее, чтобы совпадало. Вот. И так далее. Соответственно и в другую сторону. Так. Сделал стартовый какой-то стартовое отверстие сюда. Вот. Вот. И пошел в ту сторону. Опять. В ту сторону. Опять. Насколько конкретно. Это довольно относительно. Потому что я не делаю какой-то там прям сверхточную. Там с шагом ровно там, например, в 3 сантиметра. Или там ровно в 2,7. Там до такой точности я не делаю. Мне главное, чтобы была возможность ступенчата. Если бы я измерял прям сверх-сверх точно, то тогда бы эти отверстия с этими совпадали. А так они, видите, чуть-чуть не совсем расходятся. Слегка есть отличия. И в этих есть отличия. Но главное, что есть возможность застопорить. Если эти отверстия со временем раздолбутся и не будут хорошо стопорить, точно так же снизу либо вторую пластину приварить и просверлить сквозь нее. Либо приварить гайки. Но мне кажется, проще будет вторую пластину приварить. Вот, и просверлить сквозь нее. Потому что тонковато. Это от уголка 50-ки тонковата стеночка. И еще один момент, что, вот, например, здесь есть бугорки от сварки. Надо будет их еще счистить, чтобы эта пластина прилегла максимально плотно. Без каких-то вот таких вот расстояний между нижней пластиной. Чтобы прилегла максимально плотно. И вот в таком положении я ее приварю. Чтобы не было болтания вот здесь лишнего. Чем плотнее прилегает, тем лучше. Думаю, достаточно будет вполне этого штырька, чтобы стопорить. Теперь задача другая. Так, значит, нужно... Нужно... Вот я насверлил здесь, значит, такой переходничок. Так, куда уже будет вставляться отверстие под 16-й стопор. Как оно в стандартном мотоблоках. Вот, сейчас я его приварю. Вот. Ну, а спереди как будет... И пластину эту приварю. Вот. Как будет спереди нюанс крепиться, я покажу. Потому что там есть два варианта. Итак, я сейчас примерно покажу. Потому что... Дальше я еще покажу на мотоблоке, как это будет выглядеть. Ну, вот, примерно. Значит, вставляем мы, например, плуг. Вставляем плуг. Это я условно вставил штырь. Он сейчас в другом месте. Так, выравниваем его болтами. Чтобы он было ровненько так. Или под нужным углом. Потому что, когда ведет, бывает, вбок мотоблок. Вот этот угол надо менять. Это другое дело. Это надо на практике показывать. Выравнивали. Так. Вот он у нас идет ровненько. В этом положении стопора он будет идти ровно, ровно вслед за мотоблоком. Так, значит, смотрим мы что-то. Он у нас слишком много берет. Вот так. Слишком большую. Ломать или как там, скоба земли, да. Захватывает ее. Так, значит, надо уменьшить. Пожалуйста, в эту сторону уменьшаем. Можно сильно не целиться. Оп, провалилось. Все. Мы сделали уже. Еще мотоблоку тяжело. Какая-то целина там сухая. И так далее, и так далее. Оба еще уменьшили. Раз. Естественно, это, если мы не работаем плугом оборотистым, каждый раз оборачивая его на другую сторону, потому что тогда уже это не сработает. Придется каждый раз в ту в другую сторону регулировать. Но работаем в одну сторону, как я и планирую. Там в развал или в свал. Вот мы себе таким сторонам раз и уменьшили. И мотоблоку стало легче, или мы можем брать глубже. Или наоборот. Смотрим, берет что-то слишком узко. Так, потому что... Ну, это зависит еще от ширины колеи, так, мотоблока. Вот. Опять же, менять на ходу ширину колеи, ну, есть такие решения, но... Своя заморочка. Надо справа и слева там менять. Ну, короче, есть и такие варианты. Но это же относится не только к плугу, к любому навесному. Надо его чуть сместить вбок от центра, чтобы не ровно по центру шло вбок. Вот. Или смотрим, слишком... Слишком он нам узко берет. Так, какая-то песчаная почва. Вспахать нам надо под посев какой-то травы. Нам глубины совершенно не нужно. Мы бы лучше брали широко, чтобы меньше бегать по полю лишних раз. Раз. Увеличиваем ширину в эту сторону. Так. Подвигаем, подвигаем. Вот. Оп. Увеличили ширину. Все, у нас захват стал гораздо шире. И мы быстрее пройдем то самое поле. И так далее, и так далее. Принцип действия очень прост. Так, значит. Наделали себе отверстие таких. И вперед. Ну, теперь я покажу еще два нюанса. Как его крепить к мотоблоку. Первый нюанс, я думаю, всем и так понятен. Вот. Так. Просверливаем здесь отверстие. Так. Соответственно, под 16-й стопор, как обычно у мотоблоков. Вставляем его туда. Для этого ширина должна быть не слишком узкая. Если мы изначально планируем его вот так вставлять. Надо присмотреться, влезет ли он нам. Вставляем, стопорим. Это обычный способ. Но я у себя, у мотоблока, еще кое-что должен изменить. И я сейчас покажу, почему у меня еще эта версия не завершена. Вот. Так она уже только отверстие и уже подходит, как переходник к другим мотоблокам. Но есть нюанс. Сейчас покажу. Итак, первый момент. Смотрите. Если я его вцеплю вот так, то смотрите, насколько удлиняется. Так эти совсем это где-то, ну, 25-30 сантиметров где-то добавляется длины. Это значит, если плуг будет еще вот так вцеплен, то как за ним ходить. Смотрите. Тут хоть эту ручку отрезать, да и даже вот эти части плуга уже придется ходить вот так за ним. Если он будет на такой длине добавочной вцеплен. Так. Плюс эффективность сцепления колес ухудшается. Чем дальше точка приложения усилия, тем больше это, хуже это передает нагрузку на колеса. Больше придется догружать передок и так далее. И второй момент. Я покажу. Смотрите. Я поставил 13-е колеса с хорошими шинами. Этот плуг расфит, но на 12-е, наверное. Может даже на 10-е. Так он как бы не сильно низко, но даже так, чтобы сцепить, мне уже надо задрать передок. Но вы же учитывайте, да, что он еще сантиметров 17-18 зарывается в почву. При этом уже мотоблок тогда вообще вот так будет ехать. Так, вот так придется работать с задранным передком. Вот, со стекающим сюда маслом с двигателя там, ну и прочими вещами. И вообще мотоблок с задранным носом всегда работает хуже. Хуже тащит. Колеса больше буксуют. Поэтому я изначально, сейчас покажу, что я планировал. Изначально я планировал, мне только осталось доделать этот момент. Вот так сделать. Сделать вот так. То есть ниже опустить вот эту штуку. Так, значит мне для этого нужно будет уже переходник один с уголком я сделал. Потом доварить вот так. Туда, вниз. Так. И приварить эту штукенцию к боковинам того переходника. Так, здесь чтобы был все-таки зазор, чтобы можно было еще вставлять. Вот этот стопор. Его можно укоротить, но все-таки какой-то зазор должен быть. Вот. И вот так я сделаю. При этом он опустится ниже, что мне и надо. Так, чтобы можно было нормально горизонтально работать. Вот так я думаю. При этом точка крепления его не так уже сильно смещается. Так. Он будет закреплен уже где-то вот так. Вот. Где-то вот так. Уже более-менее можно будет работать. Можно и будет еще чуть-чуть нарастить ручки. Хотя бы для такой ситуации. Вот. Ну и руль обычно он у меня задран, потому что я так сижу на мотоблоке. Мне так удобно. А так обычно при работе он ниже. Когда ниже, то он еще и дальше. Становится опущенный. Вот. То уже, уже при вот такой расстоянии сцепления. Уже более-менее можно будет работать. Ну. Будет мешать эта ручка. Укорочу эту ручку. Перецеплю сюда резинку или удлиню ручки. Но все равно это уже не такое вот расстояние. Так, понимаете? Где ты просто будешь уже вот так идти за мотоблоком. И с задранным клювом и так далее. Поэтому. В моем случае. Так. Если я не пытаюсь в связи с большими колесами. Которым я очень доволен. Вот. Уже испытано. Вот. То будет опущен. Так. У меня плуг будет. Не плуг, а сцепка. Сцепка будет опущена ниже. Переварен этот кусочек. Сейчас я покажу. Кусочек у меня уже есть. Только осталось доварить. Переходник. Вот у меня уже сварен уголок с этим всем. Вот такой уголок. Или так скорее я цепляю уголок. От него привариваю еще уголок сюда, сюда. И это все сваривается по бокам с переходником. Жестко. Я не хочу лишних люфтов. Вот. И таким образом у меня расстояние увеличится не сильно. Вот. Хорошо будет все передаваться колесам. И не слишком близко, не слишком далеко. Вот таким образом я планирую это делать. У кого колеса остаются такими же, какими он планировал, тот может делать себе вот такой вариант переходничка, как я показал. Так. Значит и просверлить отверстие, так и вставлять его сюда. Только сразу предупрежу, да, еще раз предупрежу, что рассчитайте, чтобы оно влезало. Так все, чтобы подходило так, потому что я мог бы еще доварить такой кусок и вот так вставить. То не проблема, но у меня цели такой не было. Либо трубку приварить, вот. Либо если будете вставлять вот так уже глубоко, то чтобы вот эти места, где входят болты, здесь не зацепились. Это уже хозяин-барин. У меня, видите, да, высота теперь такая. Вот. И я буду делать еще понижение и укорочение. Так, смысл? Ну, чем длиннее ты делаешь переходник, тем в какой-то мере это хуже. Но вот для смещения в бок, это как на меня самый идеальный вариант. Осталось доделать, зачистить, покрасить и вперед. Надеемся, еще будем садить и сеять. Вот. Надеемся, что закончится эта война мирно. Вот. И чувствую, что мы значительную работу будем делать за пол Украины. Так, где разбомблено, где захвачено, где не проведут нормальную пассивную, наверное. Поэтому не унываем. И пока мы на месте, пока мы можем что-то делать, еще прямо здесь бомбы не рвутся. Не унываем и пытаемся что-то делать. Все. Всем пока. Надеюсь, был понятен. Так, с вами был Леонид Котвицкий. Продолжение следует...